Мир всем! Меня зовут Ангелина. Вы на канале Хозяйство Устиновых. Сегодня мы решили первый раз закатать в банке, законсервировать кленовый сок. То есть до этого мы всегда закатывали только березовый сок. Но в этом году у нас много кленового сока. Мы уже морозилку всю забили и решили законсервировать. Ставьте нравится, подписывайтесь на наш канал, а мы начинаем! Мне удобно заливать в две банки. У меня такая кастрюля. Мы наливаем туда сразу на две банки. И вот на две банки я кладу одну чайную ложку лимонной кислоты. Если вам не нравится лимонная кислота, вы можете добавить уксус яблочный натуральный или лимонный. Тоже натуральный сок лимонный. Сейчас я буду заливать горячий кленовый сок. Сок уже закипел. Можно разливать. Хотя банки горячие, я их простерилизовала в духовке. Но я все равно наливаю не всю банку сразу, а постепенно, чтобы банка не лопнула. Налила чуть-чуть, потом на другую банку перешла. Сейчас до половины долью. Банка постепенно прогревается. И не лопается. Потому что если наливать кипяток в холодную банку, то она лопнет. У меня, конечно, было такое поначалу. Понизнатки. Теперь все до конца заполняю. Крышку я окунула в кипяток недолго. Потому что слишком долго держишь в кипятке, резиночки вот эти разбухают, и потом они портятся. Просто недолго в кипятке подержала. Ножами или вилкой можно вот так вот перенести. Вот моя любимая закручивалка. У меня разные были. И вот именно такая со спиралью мне нравится. Нажимаем на банку. Закручиваем. До конца. Вот все уже до конца докрутилось и в обратку прикручиваем. Такой сок может храниться целый год. Если даже не выпьете, то даже больше года. Я сделала сахаром, но кленовый сок очень сладкий. И решила дальше делать без сахара. Так что вот этот сок, он уже без сахара идет. Он сам по себе, как компот, очень сладенький. Поэтому сахара хватит натурального там. Летом, когда в колодце воды уже меньше намного, мы, бывает, пьем вместо компота. Уталяем свою жажду прохладным, полезным, березовым и кленовым соком. Дадим банкам остыть, потом убираем их в погреб. Потому что, естественно, сразу горячими нельзя туда убирать. А сейчас посмотрим, что у нас в морозилке. Вот такой у нас морозильный лайк. Здесь у нас все на продажу. Кое-где мы себе еще чуть-чуть заморозили. Там растолкали в другие морозилки. Это все кленовый сок. В этом году березовый сок просто некуда уже. Будем просто хват делать. В общем, не ленитесь. Заготавливайте витамины. Если такой возможности нет, можете приобрести у нас. Мы заморозили в этом году 150 литров кленового сока. Контакты есть в ВКонтакте, наши на Ютубе. Доброго вам здоровья. Всего доброго. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях. И обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.